Итак, обломанная шпилька на выходном коллекторе. Обломалась шпилька. Как обломалась, неизвестно. Ну, в общем, обломалась. И, как вы видите, здесь была щель между штанами и выхлопным коллектором. И дым из двигателя шел сюда. И вот, как вы видите, по направлению цвета побежалости, тут дым не просачивался, а тут просачивался. И все выходило в салон. Под капот. Вот. И сейчас я вам покажу, значит, как выкрутить эту шпильку, чтобы заменить на новую. Сейчас мы сделаем тут такую для сверления метку этим гвоздиком и молоточком. И будем потом сверлить. Середину ставим. И, значит, сейчас будем стукать. Стукаем тихонько, чтобы не разбить чугун. Короче, зря плюнул. Скользко стало. Надо подсушить слюни. О, и теперь сверлим дальше. О, сразу хорошо пошло. Высверлил и не сломал сверло. Значит, теперь берем... Это мы сверлили примерно сверлом около тройки. Вот. Теперь берем сверло чуть большего диаметра. Примерно около четверки. Или четверки с половиной. Просто сверла советские. И размер на них не виден. Поэтому штангель где-то был. Поэтому сверлим примерно. Сверлим дальше. Чуть большего диаметра к сверлу. Прокручивается. Купил эту балалайку. Меньшего тоже диаметра. И она, значит, прокручивает дрель. Ну, расскажешь. Дятлы. Продали мне на дрель не того диаметра. Кто же пользуется детскими дрелями. Детский сад какой-то прямо. Все. Достаточно. Теперь надо взять газ и нагреть это место. Чтоб оно было горячим. Так как отверстие сквозное нагревается и внутри сама шпилька обломанная. Так. Собаки собираются лететь на Луну. А мы, значит, нет. Мы не собираемся. Лететь на Луну. И купил я купил я недавно такой набор инструментов. Значит. И тут кучу всякого разного хозяйства. Нам надо выбрать звездочку. Примерно вот ТХ-15 или ТХ-15. ТХ-15. Значит. Что представляет с собой эта звездочка. Это вот такая вот фигурная штука. Которой мы будем выкручивать нашу шпильку. Для того, чтобы не улететь на Луну, нужно ездить с исправным автомобилем. А для этого мы будем выкручивать отсюда шпильку. Чтобы не узнать, где там застрял луноход на Марсе. Как оказалось, эта шпилька меньшего диаметра. Она туда свободно входит и выходит. Надо взять шпильку. Так. Взяли ТХ-20. Называется ЦРВ ТХ-20. Она тоже туда заходит и выходит легко. Поэтому берем ТХ-25. А там еще есть, по-моему, ТХ-30. Вот ТХ-25 хорошо туда подходит. И мы ее туда аккуратненько так вот и забиваем. Забивать можно через дерево. Чтобы не повредить эту штуку, можно забивать через дерево. Так. Забиваем не до конца так. Чтобы не сломать ее. Пробуем теперь одеваем эту балалайку. Не знаю, как она называется. Что? И одеваем ее сюда и пробуем значит выкручивать. Она так вот крутится. Пока не крутится, попробуем в другую сторону. И в другую не крутится с напряжением. вот. Если не крутится, значит выбивать ее выкручивать не надо, потому что обломаем тут. Поэтому сейчас надо нагреть. Надо снять эту балалайку плоскогубцами. О, снимаем плоскогубцами ее, поддомкрачиваем вот так как бы. Так, чтобы не обломать аккуратненько. но она даже и сама вот так методом расшатывания оттуда вылазит. И внутри там остаются следы. О, как вы видите, внутри там такие как бы есть следы от этой отвертки, выкрутки. И с помощью них и можно будет выкрутить эту шпильку. Но сначала ее надо нагреть. На поготове держим эту штуку, чтобы сразу вставлять и выкручивать. Вот только в какую сторону выкручивать непонятно. Так, это если она отсюда закручивалась, откручивается против часовой стрелки. Если часы перевернуть обратно, если часы перевернуты обратно, то это по часовой, а против в эту сторону. Против так, по часовой так, против так. Вот так. Вот так, вот так. То есть надо в эту сторону выкручивать влево. Все понятно, разобрались. И сразу, пока оно не остыло, вставляем, ага, так вставить не получается, надо сразу подзабить чуть-чуть еще туда, чуть-чуть подзабить, сразу вставляем выкрутку и пытаемся откручивать в ту или другую сторону, не откручивается, надо ее оттуда вынуть, еще чуть-чуть поднагреть, методом расшатывания, заржавела, видно, приржавела конкретно, попробуем еще хорошенько, сначала послюняю, чтобы слюна закипела, а когда закипает слюна, то ржавчина отстает. быстро пытаемся открутить. не идет. болгаркой срезал шпильку с обратной стороны, подчистил, еще я увидел, что шпилька не круглая, какая-то она стала фигурная, не пойму почему. но я ее наверно туда теперь точно не выкручу. в общем две шпильки получились круглые, вон как вы видите, они круглые, а третья центральная почему-то получилась овальной, вот если посмотреть, вы видите, что даже язык не поворачивается, то есть она круглая, а сверху какой-то такой пиптик, ну для того, чтобы наверно не выкрутилась она оттуда, вот как это так произошло, я понять не могу. просверлим большим диаметром отверстие, просверлил большего диаметра отверстие, теперь забиваю туда номер 40, TX-40, уже близко к резьбе подобрались, вот еще чуть-чуть она выкрутится, и быстро пока оно не остыло, пробуем выкрутить. не идет при ржавелах, и сейчас метчиком попробуем накернить резьбу, и она по чуть-чуть оттуда отваливается, шпилька по чуть-чуть вываливается вовнутрь. так, сверлим большим сверлом отверстие, ну, кажется, стружка появилась, может это и не чугун, еще чуть-чуть, и танки наши быстрые. хотел с разгона выйти. короче, хотел высверлить шпильку, вот шпили-шпили, а теперь высверлил шпильку. в общем, получилось, что я ее высверлил. а теперь мы будем, значит, одевать сюда штаны и сваривать, значит, вот этот коллектор со штанами. закрутим сейчас сюда болт и все дела. так что, в принципе, шпильку не обязательно было и выкручивать. вот, что теперь получается, значит, вот это, значит, так это, паук, выхлопной коллектор, вот это вот штаны. вот, и штаны, значит, теперь одеваем на выхлопной коллектор, вот таким вот макаром, раз, в две имеющиеся шпильки. отсюда выходил выхлоп, поэтому мы берем эту шпильку, которую хотели по нарезанной резьбе туда закрутить, и, значит, вставляем туда ее, вот, так, резьба. еще она не крутится, а, крутится. вот, вставляем сюда эту шпильку, мне сначала надо вставить, а потом закрутить его. вставили сюда эту шпильку и с другой стороны гайку. только тут резьба чуть-чуть не подходит. поэтому придется искать сейчас какой-нибудь либо болт, либо гайку другую. и сейчас вот потом вот так заварим тут сварочным аппаратом и все. в принципе, это металл, это металл. одно до другого должно прилипнуть. так, нашел, значит, болт, который я купил за десятку. и мы, получается, теперь сюда вставляем с одной стороны болт, а с другой стороны гайку. болт с этой стороны вставляться не хочет, поэтому мы его вставляем с этой стороны. и накручиваем сюда гайку. можно с гровером, можно без, но мы пока что будем без гровера. потому что мы будем заваривать все это место. и все. таким вот макаром тут заварим, тут, тут все, позавариваем без прокладки. вот, и без прокладки оно у нас будет работать. так и вставим внутрь машины штаны вместе с полком с этим. вот, с осьминогом, с этим. так оно туда все и залезет. но уже будем завтра это все делать. сейчас уже мне стирать надо идти, ребята. в общем, резьба тут голимая. закрутить уже, наверное, ничего не получится. я решил сейчас спилить эти две шпильки и попробовать их выкрутить, чтобы узнать, получится это или нет. это или нет. сейчас я уже не сломан на землю. я разряжаю его широко. сейчас я потеряю такую шпильку. вот они. это или нет. я вижу её запорети. я перевернула на землю. я хочу сделать это, что мы можем использовать. Отпилил две оставшихся шпильки и с обратной стороны тоже отпилил эти шпильки и зачистил. И что интересно, вы видите, какие-то шпильки полуовальные, то ли они деформировались, то есть одна более-менее круглая шпилька, а вторая какая-то полуовальная, а с этой стороны они вроде как круглые. Как такое могло быть, непонятно. Но попробую их все равно выкрутить сейчас. Значит, вернемся к нашим шпилькам. Вот, решил высверлить. Одну просверлил и две других высверливаю. На данный момент там внутри застряло сверло. Сейчас буду его оттуда извлекать и просверлю потом третью шпильку. Вот. Значит, выкрутил все три шпильки, высверлил, зачистил штаны, зачистил паук болгаркой, соединительное место зачистил. И сейчас теперь завинчу сюда болты, стяну вот таким вот макаром и буду приваривать штаны к этому пауку через вот такое вот сварное фигурное соединение. О, вот такое вот серебряное получилось соединение. Значит, со всех сторон в 3D пространстве. Вот. Смысл в чем? Сделать этот шов. Вот. Предположительно, это чугун, это сталь. Но кто его знает? Когда сверлишь, то стружка сыпалась, то песок, то, короче, порошок. В общем, непонятно. Сейчас попробую варить и посмотрим. Может, она обычными электродами и приварит. Может, и это металл, и это металл, то и металл до металла. Вот. Это и наш кротомобиль скоро поедет в пространство. У меня этот кальциевый аккумулятор. Я его заряжаю напряжением 16,1 вольта. А это у меня качели сейчас стоят. Вот так я вымпел 55. Вот. Ну, короче, сейчас второй процесс. Значит, ребята, разбираться некогда. Надо ехать, чтобы не улететь на Луну. Вот. Значит, получается варится. Вот варится. Получается шов до шва. Когда приварился деталь до детали, получился нормальный шов. И вроде держится. Варю, значит, советскими электродами, которым уже, ну, не знаю, сколько им лет. Лет 20, наверное. И вот таким вот Днепро-М. Значит, этим сварочным агрегатом. Ток 100 А. Варится, не знаю, наверное, это не чугун. Вот. Ну, сейчас приварю и всё. Я понять не могу, зачем эти прокладки тут нужны. Приварил цельная конструкция. Штаны вместе с этим коллектором и всё. Всё вместе. Одна деталь. Зачем их тут соединять? Зачем тут прокладки менять? Приварил и все танки наши быстрые. Абсолютно. И получился вот такой пулемет Максим, сейчас я его пойду ставить в свой кротомобиль. Не залазит туда, штаны не по размеру. Приходится спиливать часть шпильки, чтобы запихнуть туда паук этот со штанами вместе. Вылезла нормально, залазит не очень. Пилите, Шура, пилите. Ну что, ребята, сейчас попробуем завести наш кротомобиль. Вставляем ключа. Что-то он не лезет. Вставили ключ. И сейчас попробуем завести наш кротомобиль. Снимаем с передачи педаль. Сцепление вроде держит. Так, и попробуем его сейчас завести. Так. Ага. Будем подгазовывать чуть-чуть. Педалью газа и заводить. Вот так поставлю камеру. Так. Поехали. 21 век. Заводим кротомобиль АЗЛК 2140. Подсос включить. О, все работает. Сейчас проверим, как работает сцепление. Короче, как в автобусе. В общем, получается, заводится автомобиль. Пока снимал ролик, забыл тему ролика. Но самое главное, раз автомобиль заводится, значит, тема ролика удалась успешно. Вот такие вот дела, ребята. Вот такой вот у меня кротомобиль. Пока что других кротомобилей нет. Ну, кто его знает, посмотрим. Пока будем на этом дырчать потихоньку. А там, как Бог даст. Все, всем привет. Подписывайтесь на мой канал. Получается, еще свечи заменил. Вот это я эти почищу. И потом обратно второй комплект поставлю.